Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров. Несколько дней назад я выкладывал в группу позицию, которую вы сейчас видите на своих экранах, с предложением оценить ее. И большинство из вас решили, что в данной позиции перевес на стороне белых. Так это или нет, я расскажу буквально через несколько минут, но пока вкратце покажу, как данная позиция возникла в моей турнирной партии. Была разыграна защита Немцовича, ну и здесь белые избрали ход Е3, так называемый вариант Рубинштейна. Это одно из самых популярных возражений на защиту Немцовича, и после 2-0 последовала конь Е2. В принципе, еще 10-15 лет назад этот ход находился на задворках дебютной теории, но с тех пор достаточно многое изменилось, и не в последнюю очередь это связано с тем, что было написано несколько книг, в которых данный вариант рекомендовался для исполнения белым. В частности, достаточно качественная, хорошая книга Ларса Шандерфа на английском языке, ну и весьма популярная в настоящее время репертуарная серия Алексея Корнева. Тем не менее, объективно я думаю, что у черных здесь нет каких-либо причин для беспокойства, и как минимум 3 хода им здесь обещают полноправную игру. Основное продолжение, безусловно, Д5, после чего белые, раз таки, обозначают главную идею варианта конь Е2, они играют А3, ну и теперь стандартный для защиты Немцовича размен на С3 не выгоден, потому что белые не будут брать БЦ и портить собственную структуру, а возьмут конем. Также обратите внимание, что таким образом белые сумели сэкономить как минимум 2 темпа на ходы Ферс-С2 и Ферс-БЦ3. Безусловно, хода конь Е2 есть свои недостатки, и они высвечиваются после ответа слон Е7. Мы видим, что конь на Е2 препятствует развитию королевского фланга белых, ну и в принципе расположен не идеально. В этой позиции после ЦД ЕД, понятное дело, что слон Д3 вытащить уже не получается в удобной редакции, поэтому белые фенкетируют королевского слона, но и получается вот такая вот стандартная структура. Для этого варианта белые играют Ф3, готовы провести Е4. Если не получится это сделать без каких-либо помех, то белые получат перевес, но здесь черные отвечают С5, стандартная реакция для этой структуры. Теперь понятное дело, что Е3 уже не настолько привлекательна, после ЦД у черных комфорт, поэтому обычно белые играют ДЦ, ну и получается достаточно интересная позиция, в которой у черных есть определенные слабости пешечной структуры, но их фигура очень активна. Другим возражением на ход конь Е2 является ответ С6, который также вошел в моду всего лишь несколько лет назад. Достаточно интересная идея заключается в том, что после А3 слона А5, Б4, С7, черный слон сразу переходит на рабочую диагональ. Мы видим, что на диагонали Б8, Х2 она расположена очень хорошо. Ну и в дальнейшем черный, скорее всего, пойдет Д5 и надеется получить улучшенную версию предыдущего варианта. Ну а мне в ответ на конь Е2 всегда нравился ход ЛДЕ8, который я как раз таки избрал в этой партии. В первую очередь, конечно, он мне нравится из чисто эстетических причин, но и объективно, как мне кажется, у черного здесь нет никаких проблем. Последовало А3, но и здесь вот выясняется идея хода ЛДЕ8, слон возвращается на Ф8. Если мы кинем быстрый взгляд на позицию, то мы увидим, что белые сделали 5 полезных развивающих ходов, а именно С4, Д4, Е3, конь Е2 и конь С3. Ну то есть все эти ходы они либо захватывают центр пешками, либо развивают легкие фигуры. То есть в принципе именно то, что нужно делать в дебюте. За это время черные успели сыграть Е6, конь Ф6 и поменять ладью с королем местами. Все остальное у них расположено, в принципе, на начальных позициях. И также не стоит забывать, что в этой позиции ход белых. То есть, казалось бы, вся логика постановки дебюта здесь говорит о том, что у белых должен быть перевес. На самом деле, как мне кажется, это не так. У черных достаточно комфортная игра. Но в этой позиции у белых есть два основных хода теоретических. Это Д5. После чего у черных достаточно широкий выбор продолжений. Мне лично нравится ответ Д6. После чего, ну, в случае стандартного Ж3, черные бьют на Д5. После СД играют С5. Обратите внимание, партия началась защитой Немцовича. Но вот в этой позиции после хода слон Ж2 белые могут допустить структуру, которая характерна для защиты модерн Бенони. То есть, например, слон Д7 с идеей Б5, А4, конь А6. Ну, мне кажется, что у черных здесь нет никаких проблем. То есть, они всегда готовы развить слона на типичную для Бенони боевую диагональ. Большую черную диагональ путем Ж6 слон Ж7. Ну, а вот расстановка белых с ходами Е3, Ж3 слон Ж2. Ну, и конь Е2, понятное дело, что не может быть самой опасной. То есть, как мне кажется, черные здесь уравнивают. Если же на С5 белые отвечают ДС, то получается БС. И довольно любопытно, что на доске у нас через несколько ходов появятся висячие пешки. То есть, обратите внимание, насколько богатый по разнообразию структур данный вариант. Слон Ж2, Д5, 2, 0, ну, конь Д7. Опять же, позиция достаточно живая. И у белых, и у черных есть свои плюсы. Но, опять же, объективная оценка позиции, как мне кажется, не безвыгодна для черных. В частности, рекомендую посмотреть в данной структуре партии польского госпитания Радослава Вайташко. Как мне кажется, за черных он их трактует очень здорово. Ну, и другим ходом, основным ходом помимо Д5, здесь за белых является ответ Е4. Тем не менее, как мне кажется, этот ход связан с достаточно серьезным риском. И белые, как ни странно, могут быстро получить нехорошую позицию. Черные отвечают Д5. Ну, и здесь, понятное дело, что критический ответ Е5, конь ФД7. Ну, вроде бы черные продолжают ковыряться по последним двум горизонталям. Но, на самом деле, перед белыми встают конкретные проблемы. Если они сейчас пытаются запереть центр путем С5, то после Б6, Б4, А5, черные сначала взрывают ферзевый фланг. Ну, после примерного ЛД1, АБ, АБ, БЦ, БЦ. Взрывают еще и королевский. Ф6. Если белые пытаются удержать эту пешечную флангу, то после конца Ф6 оказывается, что из-за вот этого неудачного расположения коня на Е2, белым тяжело завершить развитие. В частности, тяжело что-то сделать со словом Ф1. Если белые пытаются играть Ж3 и фенкетировать его, то черные уже наносят прямой удар по центру, то есть ФЕ, ФЕ, конь С на Е5, ДЕ, конь Е5. У черных уже две пешки за фигура. Пешка на С5 упадет следом. Ну, и понятное дело, что у белых большие проблемы, потому что их король так и не успевает рокировать. То есть, С5, пожалуй, белым играть не стоит. Основной ход это СД, ЕД. Опять же, по структуре у белых должно быть явно лучше, но все портит конь на Е2. То есть, черные готовы с следующим ходом пойти С5. Белые пытаются предпринять профилактические меры, но еще серьезнее оставляют позицию собственного монарха. Здесь после С5 Ж3, конь С6, черные наращивают давление на центр. Например, после слона Е3, СД уже приходится делать довольно некрасивый ход слон бьет Д4, потому что на конь бьет Д4, создает конь Д на Е5, и здесь у черных достаточно мощная инициатива после ФЕ, ЛДЕ, Е5. Ну, опять же, тема нашего ролика все-таки не совсем разбор, не совсем дебютный разбор, поэтому не буду зацикливаться на этих вариантах. Скажу только, что, как мне кажется, у черных должна быть комфортная игра. Мой соперник после слоны Ф8 избрал конь Е4. В принципе, стандартный ход, например, для структур, в которых черные уже проявили Д5. Но в данной позиции, как мне кажется, это легкая неточность, и именно белым уже надо проявлять здесь аккуратность. Безусловно, черные могут ответить на конь Е4 и Д5 с нормальной позиции, но мне кажется, что Д6 конкретнее и сильнее. Последовала слон Е2. Ну, понятное дело, что одна из основных идей хода конь Ф4 в том, чтобы обеспечить нормальное завершение развития белым. Е5, ДЕ. Возможно, ход ДЕ здесь является неточностью, хотя, конечно, моему сопернику было тяжело это предвидеть. Скорее всего, объективно сильнейшая конь Д3. Здесь после ЕД ЕД, Д5, понятное дело, что у черных нет никаких проблем, ну и белые после Ц5 не должны стоять хуже. И еще один интересный вариант. Помимо ходов конь Д3 и ДЕ, здесь еще есть ответ конь Ф на Д5, который, как я узнал после партии, применялся и не раз. Ну и вот здесь очень-очень интересно. Черные играют, играют конь Ф на Д7, то есть продолжают такую контр-интуитивную игру. Ну и вот здесь у белых, как мне кажется, довольно серьезные проблемы. По аналогии с партией, конь на Д5 расположен неудачно. Черные готовы отбросить его путем Ц6. Слон может выйти с Ф8 после Ж6 на поле Ж7. Ну и в принципе, как мне кажется, белым не хватает координации, они должны здесь бороться за уравнение. То есть объективно после Е5 сильнейший ответ был конь Д3. В партии последовало ДЕ, ДЕ, опять же на конь Ф на Д5, конь Ф на Д7. Поэтому соперник взял на Д8, ладя Д8. Конь бесит, ну и совершенно логичное действие, конь Ф на Д5. Ну и скорее всего, мой оппонент здесь считал свою позицию, ну если не лучшую, то по крайней мере достаточно комфортной. Дело в том, что, ну, очевидно, что для человека в первую очередь бросается в глаза здесь ответ конь бьет Д5. Ну, точнее он кажется вообще единственным, потому что белые напали и на Ф6, и на Ц7. Ну и после конь Д5, вот важный момент, что белые бьют не конем, если конь Д5, то после коня А6, черные следующим ходом оттеснят белого коня и будут стоять с перевесом. А именно ЦД. Ну и после Ц6 у белых есть ряд продолжений, слон Ф3, например, но самое логичное Е4, после чего у черных нет ничего лучше, чем взятие на Д5, конь Д5. Ну, эта позиция в принципе должна быть примерно равной после конь Ц6, но все-таки обратите внимание, что у белых есть парочка лишних темпов. Это может сказаться. То есть компьютер данную позицию оценивает примерно как две десятых в пользу белых. Ну, после коня в Д5 я заранее наметил ответ конь Е8, исполнил его, и ход, как мне кажется, достаточно сильный. И вот как раз вот эту позицию вы видели в опросе в группе ВКонтакте. Ну и сразу скажу, что молодцы, правильно ответили те, кто посчитали, что в этой позиции перевес на стороне черных. То есть это, на самом деле, даже не подлежит сомнениям. Единственный вопрос здесь в размере перевеса черных. Конечно, под впечатлением от данной сыгранной партии, мне хочется сказать, что у черных большой перевес. Но объективно это, наверное, не совсем так. Скорее, позицию можно оценить как небольшое преимущество у черных, но даже чтобы добиться такой оценки позиции, белым здесь придется постараться. Ну, сейчас объясню, почему вот такая вот контр-интуитивная игра с возвращением всех фигур на 8-ю горизонталь, она оказывается сильнее, чем, в принципе, логичные действия белых, развитие фигур, легких фигур на активные позиции. Ну, во-первых, мы видим, что конь на Д5 достаточно опасной ситуации. Если представить, что черные пойдут сейчас в конь А6 и потом С6, то окажется, что у коня нет полей. Ну, конь Б4 в этом случае будет связан с жертвой пешки. С белым надо что-то предпринять против этой угрозы. Ну, проверив данную позицию с компьютером, я пришел к выводу, что сильнейший ход здесь за белых это конь Е4. И именно после него перевес черных удается удержать в каких-либо приемлемых рамках. Но такой ход сделать достаточно нелегко, потому что, ну, после Ф5 белым приходится играть конь Д2. Это все выглядит достаточно хоряво. Ну, и к тому же коня с Д5 все равно сгонят. То есть здесь после С6 или слон Е6. Черная комфортная позиция, видимо, с некоторым перевесом, но играть нужно было именно так. Во время партии мне казалось, что сопернику стоит все-таки пойти 2-0. Но после С6, конь Б4, конь Ф6. Обратите внимание, что, да, черный слон, как я отметил стрелочкой, очень быстро выходит на оптимальную позицию именно на поле Ф5. Черный конь через Д7 быстро оказывается на поле Ф5, с которого он метит на оставленные поля Д3 и Б3. Ну, и черные всегда могут прогнать белого коня с поля Б4 путем А5. Хотя, как мне кажется, спешить с этим не стоит, потому что, ну, очевидно, что клетка Б4, она для белого коня не оптимальна. То есть здесь у черных достаточно серьезный перевес, но все равно это было лучше для моего соперника, чем то, что он избрал в партии. После практически 30-минутных раздумий, мой соперник здесь сыграл Е4. Но, несмотря на то, что компьютер считает, что этот ход не так плох, и выводит его то на первую, то на вторую линию, по-человечески это очень грубая позиционная ошибка, и в дальнейшем партия белых очень быстро прокатилась под откос. Сейчас я покажу, как это произошло. Последовало С6, конь Е3. Ну, казалось бы, ходом Е4 белые обеспечили своему коню хорошую клетку для отступления, но вот здесь вот намного важнее, что навсегда ослаблено поле Д4. Последовало конь С7, 2-0, конь Е6. Ну, и вот здесь, как мне кажется, последний шанс был для моего оппонента наладить какое-то сопротивление. То есть, понятное дело, что здесь он уже понимал, что его позиция явно хуже, но все-таки надо было сыграть конь С2. Очевидно, что белым не нравился ответ конь Д4, после чего после конь Д4 ЕД конь на С3 попадает под удар. Можно воспользоваться связкой. Можно воспользоваться тем, что ладья НД8 не защищена. Сыграть ладья НД1. Черный отвечает слон Е7. Все равно приходится убирать коня, видимо, в район поля А4. Понятное дело, что все эти ходы за белого достаточно уродливые, но все-таки, если конь С4 в какой-то момент перейдет на Д3, то, ну, видно, что у белого появятся шансы на успешную оборону. То есть, если бы мой соперник избрал данное продолжение, то исход партии был бы еще не ясен. Но последовал очередной достаточно слабый ход Б4. Тем не менее, довольно любопытный показатель на то, как черные фигуры практически беспрепятственно выходят на оптимальные боевые позиции. После Б4 последовало А5. Ну, вот здесь, вероятнее всего, мой соперник издалека намечал ход ладья Б1. В принципе, с стратегической точки зрения именно ладья Б1 здесь верно. Но после ладья Б1 есть очень сильное возражение, которое, должен сказать, что в моем партии я видел. Впрятнее всего, именно так и сыграл бы. То есть, здесь черные могут ответить конь Д4. С5, АБ, АБ, скрывая вертикаль для ладьи. Ну, и вот здесь вот важный размен, такой стратегический, не совсем очевидный, но от этого не становящийся менее сильным. Черные, на самом деле, должны брать на Е2, иначе их перевес серьезно уменьшается. После конь Е2 просто сыграть Ф6. Вроде бы, черные поменяли своего монстра на Д4, но не очень сильно восстанно на Е2. Но нюансы этой позиции заключаются в том, что, во-первых, белые никак не могут оспорить владение вертикалью А. А это означает то, что пешки Б4 и Ц5, в первую очередь, пешка Б4 станут очень слабыми. Ну, а черные готовы вывести свои оставшиеся легкие фигуры на идеальные позиции. То есть слон выйдет на Е6, а конь выйдет на А6. Вероятно, уже после проброса черной ладьи в рампу Ла2. Ну, компьютер указывает здесь как сильнейший ход Лдя Д1, но после Лдя бьет Д1, конь бьет Д1, оценка движка практически минус единица. Ну, и защищать такую позицию человеку очень непросто. Тем не менее, это было, пожалуй, сильнее, чем то, что мой соперник избрал во время партии. Ему последовало Б5. Ну, очевидно, что таким образом белые оставляют еще одно черное поле. Ну, и, в принципе, последующая грана не требует особых комментариев. Я просто занял все сладкие поля и партия на этом закончилась. Представила конь Д4, слон Д1, слон Е6. В принципе, конь Д7 было тоже возможно, но я уже в этот момент догадался, что, скорее всего, мне дадут исполнить все ходы в достаточно комфортной обстановке. Ладья Б1, конь Д7, Ж3. Ну, пытаюсь наладить хоть какую-то контрагру путем Ф4, но, понятное дело, что слишком поздно. Конь Ц5. И вот это был девятнадцатый ход черных. Довольно любопытное, как мне кажется, то, что еще буквально восемь ходов назад позиция выглядела вот так. И это был одиннадцатый ход, а вот на девятнадцатом позиция выглядит следующим образом. К тому же даже нельзя сказать, что мой соперник допустил какие-то грубые зевки или грубые позиционные ошибки. Изначально позиция была крайне неблагоприятной для белых. Если вы мне не верите, даже несмотря на то, что посмотрели это видео, то можете поставить вот эту позицию на анализ с помощью движка. И он, в принципе, выдаст вам те же самые выводы, что и я. Ну, а Фартия поставила Ф4, слон Х3. Все черные переходят к конкретной игре. Потому что, помимо ферзера фланга, теперь у белых серьезно ослаблен еще и королевский. Конь Ж2. В случае отхода ладьи все равно конь заходил на Д3 с решающими последствиями. Конь Д3. ФЕ. Конь С1. Ладья С1. Слон А3. То есть материал поровну, но у белых слабы абсолютно все пешки. Ну, может быть, кроме пешки Ж3. И в недалеком будущем они все потеряются. Де Б1, слон Б4. Не уверен, что моя реализация здесь была очень точной, но позиция слишком уж выиграна и испортить ее практически невозможно. Конь Е2. Вот, например, здесь объективно сильнейшим было конь Е2, слон Е2, ладья Д2. И в дальнейшем после слон С5 шаг, пешка черных очень быстро бежит в ферзи. Но путь, который я избрал за доской, тоже достаточно неплох. Слон Е6, просто забирая все слабости. БЦ, БЦ. Конь Е на Ф4. Уже у черных одна лишняя пешка, и пешка А бежит в ферзи. Ладья Ф2, конь Б5, С9, конь С3. В белых уже нет какой-либо комфортной защиты. Еще последовало ладья С1. Но здесь после слон С5 нельзя брать на С4, и за ладья бьет до 1 шаг. И ввиду решающих материальных потерь, мой соперник признал свое поражение. Ну, как мы можем видеть, партия получилась не то чтобы очень высокого качества, но все-таки позиция после 11 хода, на мой взгляд, очень необычная, если не сказать уникальна. Не каждый день увидишь, когда 7 черных фигур на 8 горизонтали полностью доминируют над развитыми фигурами белых. Надеюсь, что вам понравился данный обзор. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.